люди так или иначе инициируют свои изменения процент доводимых до результатов один я желаю чтобы вы смогли свои идеи воплотить и предлагаю систему как это сделать но для начала один экономический момент когда нужно становиться брендом что мы имеем это банальная кривая есть такая система альшулера теория решения изобретений так вот очень важный момент что сейчас нужно становиться брендом хотя бы визуально на начале нам выхода рынок да то есть нельзя уже выйти просто на рынок с кроссовками нужно выйти на рынок с кроссовками от почему вам ответ такой всплеск на одежду украинских дизайнеров она персонализирована потому что это же одежда можно эту же одежду можно пошить условно говоря в в индивидуальном ателье но это ателье там ромашка еще как-то одежда там анны яковенко либо андре тана она уже при пошли то по тому же принципу сделано но она имеет авторский авторский вид следующий момент у любого рынка у любого рынка и услуги вот этот вот рост от одного до двух когда этот период у нас от 2002 до 2008 год когда нужно было не создавать бренды и никто их не создавал а что делали это рынок барабашова символ харькова мы торговали мы все торговали нам никому не нужно было мы ничего создавать мы торговали фитингом подушками и дешевыми футболками джинсами и прочей фигней и как раз вот в том место где мы находимся сейчас когда товарные отношения стихли и мы перешли в экономику впечатлений потому что у нас с вами уже есть ботинки подушки айподы айфоны телефоны и прочее вот здесь вот нужно делать репрендинг вот это вот очень важные моменты если ты до этого был брендом и до этого даже почему очень много компаний делают его значительно чаще сейчас если это раньше делали раз десять лет потом раз 7 сейчас даже раз три потому что коммуницировать со своим брендом нужно и визуально нужно меняться то есть это не говорит о том что вам нужно делать классические операции ни в коем случае нет но так или иначе теперь правило построения личного брендинга вы все их прекрасно знаете но я попытаюсь привести их именно в той системе и последовательности как это нужно делать и почему и самое главное им следовать система у каждого первое понятие бренд кода было введено томасом гэдом для организации если вы надеюсь знаете икеа как и знаете вообще понятие шведской модели экономики я не говорю о шведской семье я говорю об экономике так вот шведская модель менеджмента считается самой лучшей для всей европы немцы тестируют свои новые модели бизнеса в швеции и французы делают это там же считается что скандин на самая богатая страна в мире в расчете на душу населения какая дания а знаете ли вы что всего лишь 250 лет назад всего лишь 250 лет назад король дании на законодательном улей запретил знать и принимать на работу выслуживающими чиновниками министерства и ведомства своих родственников то что мы сейчас еще до сих пор не сделали в украине дания сделала 250 лет назад знаете ли вы что в дании голосуют только те кто платит налоги не работаешь получаешь пособие получать но не голосуй ты не имеешь права решения потому что те кто платят налоги понимают а как берутся деньги как они тяжело достаются поэтому пиво стоит 8 евро и зарплаты высокие и налоги высокие но это идеальная модель для экономики люфганза запустила свое приложение она запустила его нативная вы как называется существует в истории на территории швеции потому что если шведы это одобрят то через несколько лет ну и скандинавы там норвегии то есть через несколько лет это будет европе трендом обратите на это внимание поэтому шведская модель экономики и шведская модель есть такое понятие стыгольмская школа экономики она очень гуманна она не приживается во франции там очень жесткий менеджмент она не приживается других странах но это идеал и глобально это то к чему следует стремиться 10 простых секретов бренд кода которые вы знали но никогда не делали итак первое длинное видение то что называют стратегии это что на первом этапе всегда вызывает большие недоразумения а как человеку в 20 лет определить стратегии как вы думаете как это сделать кого есть какие варианты свою стратегию своего бизнеса либо свою стратегию своей жизни кто может подсказать от рецепт очень простой ну а если вы не можете но вам нужно вы не можете то есть германии есть четкое понимание что после школы вы можете год ничего не делать работать волонтером путешествовать по миру искать себя да у нас этого нет то есть немцы и голландцы думают вот она мы говорим о нас я не говорю в отрыве кстати немцы тренд обратите внимание что 48 процентов украинцев в этом году хотят жить и учиться работать германию рекомендую читать немецкий язык со следующего года обучение в вузах германии на немецком языке бесплатно даже до украинцев обратите внимание стратегия дальнее видение что-то у вас наверняка получается лучше чем у других это первый простой вы власти стала фонагаре вы можете рисовать танцевать петь играть на скрипке драться почему нет то есть и так далее и тому подобное но если вы не имеете талантов это небольшая часть на 10 15 процентов если вы не имеете талантов которые способны оценить сами есть очень простой способ очень эффективный очень действенный понять оценки какие ваши таланты оценивают во всяком случае ваши сверстники как вы думаете какой способ школу все закончили скажите за что вас больше всего не любили в школе за то что вы делаете лучше чем они вот это ваше может быть стратегическое видение школе каждого из нас если он чем-то выделялся если он был не серой массы за что-то не любили именно за то что у него получалось лучше чем других это простой пример как понять что у тебя уже лучше получается возможно что-то реинкарнировать реанимировать и продолжить дальше итак это первое видение такие следующий момент который все говорят эта тактика шаг за шагом но вот здесь наступает другая проблема как китайском анекдоте что утром сажаем вечером выкапываем почему потому что есть хочется очень простой пример привелся время андрей макаревич которого я уважаю особенно связи с его событиями на и реакции честной и как музыканта действия россии по отношению к украине и на войну он сказал когда мы начинали петь мы играли все одинаково но зарабатывать деньги можно было и либо музыкой либо разгружать и там вагоны и играть свою любимую песню и войти в кабак и петь за 5 рублей за казняк такой я сейчас андрей макаревич я зарабатывать деньги музыкой а те кто пел за казняк по-прежнему продолжает его пить то есть не нужно думать что играя за казняк играю блатную попсу условно говоря либо играй на заказ у тебя останется время для саморазвития нет вот здесь очень важный момент понять что то что вам нравится нужно делать и делать с самого начала и не подрабатывать этим же видом деятельности иначе вы теряете христ вы теряете навык вы теряете профессионализм не хватает вам денег чтобы заниматься музыкой идите ищите что-то другое но не размазывайте себя потому что вы можете так или иначе стать заложником человеческого человеческой любви к себе до себя любимого жалко вот и ограничить свой профессиональный рост следующий момент который вы очень часто видите идете по городу или даже торговом центре и тут шарики такие просто шарики и надпись такая мы открылись мы открылись вот здесь я очень жестко хочу всем сказать то что вы открыли свой собственный бизнес пофиг всем остальным реально пофиг сейчас нет такого бизнеса который бы не существовал уже в во всяком случае если вы считаете что вас бизнес какой-то уникальный то у людей уже есть замена на этот бизнес пока они его не попробовали они думают что они что-то другое потребляют накид некоторые мои рекламодатели говорят зачем нам реклама в интернете у нас бигборды стоят ну вот они считают что бигборд может заменить аудиторию в интернете японцы говорят такара на не ну и что с того запомните такую вещь период экономики впечатлений важно только впечатление если вы открыли товар магазин магазин ресторан еще там что-то кафе и ничто не ничего не сделали чтобы привлечь людей туда сдали рекламу начали проводить селф мэй промоушен акции там сэмплинг и так далее и тому подобное то скорее всего вы закроетесь потому что людей нужно приводить за руку и вот как раз соцсети для этих целей хороший момент это опять же польза и вреди соцсетей когда можно действительно первую очередь начинать бизнес с друзей и знакомых с ближайшего окружения мы говорим о малом бизнесе неважно какой но очень важно действовать быстро потому что опять же если у вас недостаточно бюджета а ваша идея хороша а город харьков город подражателей то вашу идею могут начать красть и убивать эту идею не дав вам возможность ее довести до совершенства действуйте быстро действуйте нестандартно когда первый раз я ценю сел в эконом-класс я насчитал у меня во френдах я насчитал там первый раз больше 10 тысяч лайков средняя средняя лайк там 6 тысяч у него на пост давно я насчитал больше 10 тысяч лайков то есть это было громадный информ информ повод первый раз премьер-министр украины сел в самолет эконом-класса второй был когда он общался свободно без переводчика тоже то есть первый раз премьер-министр украины не использует переводчика общается с лидерами европейских государств на самом деле папа римский франциск сделал больше для римской католической церкви за прошедшие два года чем все папы за всю историю римской католической церкви потому что очень просто ответ простой он стал общаться с людьми он снял себя прямом и переносном смысле корону божества на которую его нацепили у него есть футбольная любимая команда он слушает музыку он общается с людьми он общается там с геями с лесбиянками неважно общается с больными бездомными он популяризирует таким образом религию как новый вид взаимоотношений я православный человек я был очень удивлен когда я видел присутствовал храме на крещении ребенка церемонии крещения когда батюшка который крестил мою дочку там 15 лет назад сказал ребята возьмите фотоаппарат с этой с этого ракурса будет лучше и сам фотографировал 15 лет назад церковь не такой не было все меняется они даже понимают сами что нужно меняться если мы хотим говорить не о сердок культуре о реально человеческих эмоциях и взаимоотношениях кстати знаете для меня было первым шоком когда попал это не потому я не поэтому стал верующим человеком отнюдь но я наткнулся на информацию что средняя продолжительность жизни человека который ходит в церковь раз в неделю на десять лет больше на 10 лет дольше борьба с курением отказ от всего 537 человек ходит церковь и живет на 10 лет больше потому что он открывает свою душу и снимает все психологические комплексы хотя бы таким способом я не говорю неважно в какую следующий следующий момент банальный зачем нам учиться фразу зачем нужно переделать где я могу это использовать есть кто то есть из айти или бизнес у кого-то нет и есть понимание digital стратегия в эти бизнесе есть digital стратегии если вы не будете смотреть вокруг и не получать с помощью учения навык навык учение это первую очередь навык и смотреть вокруг дальше вперед на право и налево и за спину то вы разоритесь вы не увидите конкурентов вы не увидите тренды вы не увидите не почувствуете эти тенденции вы не почувствуете ветер который дует вам спину который нужно или вы наоборот от которого нужно увернуться сейчас либо которому нужно оборот поставить крылья излететь это очень важно следующий момент халява с ней надо бороться реально первую очередь внутри леонид парфенов праве это его цитата я на курса несколько лет назад журнале на эту цитату я как никто на себе и прочувствовал платить для того чтобы быть самим собой как прямом смысле так и переносном надеюсь что система образования которая была бесплатная у нас рухнет платное образование перейдет от взяток к реальным к реальным проектам и к реальной эффективности но я хочу сказать что тот европейский или американский принцип когда было написано что вы привлеките первую очередь своих друзей своих родственников к вашему бизнесу для нас был абсолютно непонятен мы как раз на родственниках и друзьях мы хотим сэкономить да то есть если ваш друг проводит мероприятие вы придете к нему сказать и дайте билет вы никогда не заплатите 20 гривен или 50 это наши принципы сожалению принципы советского человека часть общества которые вы являетесь за все нужно платить потому что именно этим вы поддерживаете этот бизнес здесь есть аренда оплата свет электроэнергия тепло поэтому этот класс там мастер-класс сколько это стоит я не знаю там сколько но это нормальная ситуация мы переходим к финансовым взаимоотношениям даже друг с другом это не говорили я не говорю о семейных отношениях но я говорю о том что вашу зону комфорта который все так любят говорить нужно поддерживать том числе материально не бойтесь платить за услуги которые вам важны за я и говорю сейчас не о товарах я говорю об услугах вашей зоне комфорта образовательных потребительных очень многие мои любимые кафе закрылась а когда ты там был последний раз ну там я вот макдональд пошел очень классный пример советую почитать классную книгу жесткую очень на эту тему называется кофемолка михаил аидова всем рекомендую это бывший главный редактор jq собственно он этим и стал главным редактором благодаря этой книге которая очень четко структуризирует бизнес плати чтобы быть самим собой банальная фраза будь честен да репутация дороже денег но опять же вот у нас представитель диджитал сектора один человек появление огромной отрасли и очень недешевый борьбы с отрицательным отзывом если вы знаете это отклик на то что репутация важна еще несколько назад лет назад кроме сего оптимизации ничего не было но сейчас один из основных трендов особенно те кто имеет бизнеса в особенно ресторанном бизнесе это работа с отрицательными отзывами а те кто имеет интернет-магазины это работа с отрицательными отзывами потому что мы облажались три год два пять месяцев назад а отзывы в сети живут если отзыв качественный если отзыв пошел дальше на форуме то для того чтобы с ним побороться в реальном смысле чтобы его переопустить вниз нужно заплатить деньги сеошникам чтобы они написали кучу других есть механизм определенный либо сделать что-то такое чтобы на вас написали кучу классных отзывов сейчас репутация очень важна особенно в диджитал пространстве потому что по сути дела любой товар или услуга для него основная одна из основных точек коммуникации это интернет и в интернете вы просто не вы как из книги жалоб листок не выделите это репутация может жить всегда следующий очень важный момент для частного бизнеса очень большой глупостью является те за что я сейчас начну даром или я сейчас начну за дешево начинать нужно дорого и продолжать нужно дорого потому что для частного бизнеса есть только один критерий это ваше время это ваше время которым вы участвуете лично бизнесе любой личный бизнес требует личностного участия и ваше время не безгранично у вас будут дождаться дети дай бог у вас будет строить родители вам будет хотеться отдыхать когда вы поймете что без вашего участия вас бизнес не живет поднять цену на услуги потому что вдруг вам понадобились деньги нельзя все привыкли сказать уже к этой цене очень большая ошибка мелкого и частного бизнеса локального начинать дешево надежде что клиенты вас оценят и вы после этого поднимите услуги ресторан начинает дешево завлекает клиентов увеличивает цену хоп все ушли сразу сразу все ушли даже если курс доллара повысит это не их проблема ищите других поставщиков продуктов делайте это гибче обратите на это очень важное внимание потому что частный бизнес в европе всегда дороже чем супер корпоративный всегда и это тенденция мы почему-то думаем что все будет у нас наоборот нет если частный бизнес не будет дорогим если вы не научитесь отстаивать свои себя потому что цена не является главным критерием покупки в экономике впечатлений я вам пример привел следующий пример конференция по маркетингу 400 человек владельцев интернет-магазина выходит в гугл украина директор и говорит скажите пожалуйста господа владельцы интернет-магазина какой критерий для ваших клиентов которые покупают ваших интернет-магазинов важнее всего все 400 человек в один голос что сказали цена он достает диаграмму и показывает что цена находится на пятом месте а на первом отклике на первом отклике в этом году впервые amazon крупнейший американский ритейлер который по поисковику в америке на втором месте после гугла то есть люди товары вы ищут в амазоне они не могли их ищут они сразу их в амазоне ищут и покупают он открыл обычный банальный оффлайновый магазин с продавцами потому что людям нужно общение было им нужно было доверие потому что они требовали подтверждения стоимости этих услуг потому что амазоне на амазоне товары дороже это агрегата от дороже товары можно найти еще дешевле людям нужно что-то более чем цена товара в экономике впечатлений важна ценность ценность не цена для меня это тоже парадоксаной на плода прошлой неделе я делал мастер-класс для школ мэйки там два ребята которые предприниматель делают свои проекты я показал им реально привел пример нам от эти макинси что цена и качество не являются позиционированием товара и все 20 человек один сказали мы не поняли любой это очень большая ошибка любого бизнеса позиционировать себя по цене либо по качеству нет никто не продувает пока подает стул или никто не покупает китайский планшет потому что он некачественный нет он просто китайский никто не покупает стул под названием этот стул прослужит вам три месяца поэтому на 20 процентов дешевле цена и качество это не есть позиционирование товара позиционируйте частный бизнес дорого открытость очень простая истина но тем не менее более 80 процентов и чар менеджеров при приеме на работу сотрудникам а также частный бизнес весь что делает как вы думаете первую очередь если вы пришли устраиваться на работу не смотрит ваши резюме нет он смотрит ваши профили в соцсетях то же самое когда вы лайкаете мне я первую очередь смотрю не интересен такой человек или нет что я зачем он мне нужен моей соцсети что же когда вы приходите на работу вы мне можете принести из какой угодно резюме что вы закончили нарисовать какие угодно сертификаты и все страны и открываем вашу страницу и смотрю конкретный пример у нас клиенты city line здесь у них есть магазин они хотим сделать сайт у нас есть знакомый парень он делает сайты внизу в футере сайта знаете обычно в футере пишут активная ссылка там стоит профиль вконтакте я нажимаю вот он его примеры я нажимаю на каком-то сайте на его профиль для того чтобы перейти на его страницу и там первый идет трехэтажный мат а активная ссылка футере и работает лучше чем все оптимизации то есть это репутационная ссылка очень если вы себя выставляете то есть я говорю вот этот парень будет вам делать сайт все сайт он естественно и не сделал то есть очень четко нужно понимать что если вы публичный человек и личностный у вас личностный бизнес вот об этом говорил один из ведущих киевских ресторантов дима хайпурский наш запорожец которого сетям ресторанов барсук на воздвиженке он говорил что вы не можете отделить свой бизнес от себя то есть ваша лента в соцсетях может чуть-чуть изменяться у меня есть лента личная у меня есть лента бумеранг у меня есть лента бумеран скул у меня есть лента реприза я могу егора кончаловского запустить в репризе потому что или там афишу от события я могу книгу бориса джонсона лондон глазами лондонцев кстати всем рекомендую книгу мэра лондона офигенная книга просто реально с матом написано как положено то есть классная книга о лондоне почему лондон стал знаменитым только благодаря своим людям лондон так и называется лондон по борису джонсону то есть она в гугле есть за если в цифровом виде я просто что я олдскульный товарищ книги предпочитаю читать открытость это очень важный момент для бизнеса и в том числе для интернет бизнеса потому что люди не имеют возможности лично общаться они хотят видеть о вас отзывы и отклики если вы наберете дима грецкий в угле выскочит все вам все даже то что мы слегка перебрали в виски фесты когда играл с элландсом даже это ну как же играть с элландсом и не напиться виски ну да но в этом ничего позорного потому что это был виски фест то же самое где я выступал когда я выступал что я посетил и так далее потому что у меня личностный бизнес он привязан на меня бумеранг это я и моя жена то моя команда да то есть нас мало но мы в тельняшка все почему-то думаешь в ранге работа чек 50 нет 8 8 но год мы делаем порядка 20-30 проектов больше чем все остальные агентства в городе вместе взяты поэтому я имею что сказать говоря как в одессе следующая фраза который сказал бирж лилис которая великолепно жизни кино дубли не бывают все особенно в юношестве думает что завтра будет новый день классно будет до шанса блин может не быть реально реально шанса может не быть очень классная игра гольф которая учит что каждое очко важно когда потом ты получаешь четвертое место не первое понимаешь что разница не 102 а 103 удал 103 ты на четвертом а у кого 102 тут на пел жизни кино дубли не бывает очень важно понимать в опять же соотношении того что у вас может не быть возможности не может не быть шанса если вы помните есть такое правило 30 секунд в лифте да то есть у вас есть возможность встретиться с тем или иным человеком презентовать себя презентовать свой бизнес презентовать свою идею этой возможности может не повториться жизнь как слишком скоротечно поэтому просто используйте каждый шанс но на самом деле все что нам нужно это любой об этом еще перебью это очень важный момент потому что без любви ничего не происходит завершая мастер-класс хочу сказать что если бизнес построен вокруг мечты либо вокруг идеи он будет успешен в любом другом случае личностный бизнес провалится очень важный момент хочу еще вернуться к дорогой либо бесплатно очень часто говорят а какая миссия у частного бизнеса большие корпорации надо к нам заказывают там пропишите нам миссию ты начинаешь задавать вопросы они пытаются на них ответить для частного бизнеса миссия это то что вы можете делать бесплатно также кайфово с таким же драйвом как и за большие деньги вот тогда это то что может быть вашим уникальным торговым предложением то что вы будете делать лучше чем другие то что другие могут оценить теперь несколько проектов для того чтобы понимали что все о чем я говорю это не космос а все что я говорю мы делаем на словах я вообще не провожу мастер-классы о кока-коле или того рекламе чего-то я всегда делаю проекцию на реальную составляющую и так классный проект пришел человек и сказал я хочу от людей отучить бухать его девиз так и звучит хватит бухать его проект называется штопор курс молодого винца он говорит я к венчик я хочу создать новую систему игровую когда вы не просто пробуете стандартно вино там и нюхайте там сделать это совсем другой игровой форме вот проект называется штопор курс молодого винца следующий винный проект то же самое наш приятель дима сапрыкин который сделал проект винные игры который тоже в игровой форме знакомит людей с вино потому что у нас почему-то у всех устоявшаяся тенденция нас не было советском союзе культуре питья вина хотя вино это второй напиток то есть это это напиток который идет перед водой да они сидят твою хоть плоть как хлеб и выпьет кровь как вино дима сапрыкин был сомелье ему надоело работать на чужих он решил создать свой уникальный бренд сейчас он несколько что он очень финансово успешен но он развивается и он зарабатывает деньги именно своим собственным проектом так как ему это нравится женя батина ивент-агентство сейчас колоссальный спрос на рынке любви и дружбы на людей которые профессионально вы проводили ивент-агентство тоже личная фамилия потому что все знают ее у нее есть агентство стоит на все знают и лично как батина мы сделали личный бренд очень хороший пример катя большое спасибо на эти самые вкусные печеньки с бумерангом и капкейки делала она очень простой банальный пример пришла девушка и сказала я хочу делать капкейки сейчас она была первая обратите внимание что небольшое преимущество на старте может вам дать очень большое преимущество в проекте сейчас капкейки делает тут только не делает не делает ленивый чтобы понимали коробка капкейков у кейт бейкери красиво упакована такой стоит порядка 100 гривен потому что мы самого начала позиционировали ее не по цене а по впечатлению и люди покупают эти капкейки на подарок потому что они авторские полезные уникальные но там огромная себестоимость нормальная себестоимость вернее огромная прибыль заложена то есть очень как бы достаточно высокая нежели для этого сегмента если бы он работал на масс-маркет там нежели маффины в макдональдсе продажа осуществляется просто из группы вконтакте даже сайт сейчас не нужно делать то есть у катя уже три человека работает вот она нам помогла на десятилетие вумеранга то есть я так ни одного не попробовал то есть только печеньку сфоткал и все все умяли это все реально вкусно но это стоит тех денег которые за которые она их просит то что люди покупают эмоции впечатления для этих целей нужно было потратить сделать брендинг но он работает следующий вариант развития личностного брендинга в данном случае это конкретный пример когда дизайнер один который у которого со своя фирма пришел к тому что ему нужно выходить на более серьезные технические возможности и мы шли от личного бренда к фирме уже то есть это следующий этап потому что он ищет партнеров и к нему обращаются итальянцы немцы и они не будут уже работать с частным человеком им нужна компания компания локус они делали практически все бутики города харьков я между по интерьеру тоже простой проект как вы думаете как расшифровывается это слово тамани это вновь с точки зрения нейминга это вновь созданное слово таня мария николаев все очень просто да то есть даже такой банальный подход можно правильно забронтировать это интернет магазин одежда екатерина ларина человек который преподавал преподаватель доктор наук доцент вы джеки познакомили случайно она была у нас были он school она развивается родила второго ребенка хочет создать собственные консалтинги бизнес вот пожалуйста консалтинговый бизнес персональный потому что у человека есть опыт есть рекомендации есть связь есть рынки на которые она собирается входить в данном случае рынок услуг очень приятно у даши было недавно день рождения это бывший как журнал аэропорт то же самое она родила ребенка она столкнулась с тем что нет системы обучения нет методики обучения детям период от рождения там до шести лет то есть поэтому создала интернет бизнес который позволяет каждые три месяца когда происходит период развития ребенка получать домой независимо где вы находитесь харькове или в этом городе желтые воды получать домой коробку которая будет на тот период развития ребенка подобранная методистами профессиональными который нужен ему данный момент фотографы новый рынок сейчас к сожалению кто купил фотоаппарат уже считаете на фотографом нет так не так не происходит но тоже воля пришла и сказала то есть мы с ней она тоже была на школе общались были совместные там проекты мы и привлекали она нас привлекала она говорит я хочу создать свой бренд мне удается фотографировать детей я их понимаю но я ежик и люблю тома форда вот родился ежик который любит тома форда вот таким вариантом ну это могло бы быть бесконечно поэтому на этом у меня все большое спасибо готов ответить на ваши вопросы а потом уже чего-то разыграть если есть вопросы выше наверно с микрофона потому что очень здесь проблемы со слухом у кого то есть могут быть вопросы по поводу своего бизнеса своих названий своих проектов там и так далее и тому подобное обычно вопросов нет но потом я еще полчаса да это вот к диме это книг нему это их проект они в данном случае это их проект они просто меня пригласили как и все другие то есть у кого еще да пожалуйста ну скиньте его забудьте все идеи развивайте свою идею ну и что а если сложно то надо посещать тренинги по психологии мотивации например у хорошие там очень низко как пентусевича то есть поверьте то есть человек который доказывает за один тренинг он способен доказать что все в вашей жизни зависит только от вас очень элементарно то есть если не хватает собственной мотивации ходите на тренинг и ищите ищите почву у тех людей которые могут дать мысли и идеи либо читать а только это только психологическое проблема это только блок психологический он снимается очень просто очень просто как снимается ну для этого нужно по крайней мере понять суть проблемы и а либо обратиться к психологу если вы не способны решить самостоятельно по поводу то есть не нужно бояться психологии то есть у нас первый мастер-класс бумеран скул по поводу психотипов когда я своим клиентам называю слово психотип их начинает типать то есть они как они сейчас понимают сейчас ими начнут манипулировать или еще что то нет то есть ему не нужно бояться психологии то есть и ваша проблема вы понимаете что ваша проблема психологическая сходите психологу и снимите эту проблему я если вы не в состоянии ну как бы с помощью опять же тренингов либо с помощью каких-то книг информации с этим справиться то есть самое главное не думать что вы опоздали вот это очень важный момент точно так же как они думают что эта идея уже кем-то была использована и кто-то из нее сделал как вы думаете где-то был мой телефон но неважно у всех есть смартфоны да так вот вам очень простой пример кто читал уолтера айзексона про стива жопса биографиках да ну так это знакомое лицо они будут задавать а вы вы уже знаете ответ очень простой как вы думаете почему стив джобс из сделал без кнопочный телефон первым у него была фобия на кнопке у него была фобия он их появился поэтому он сделал телефон без кнопок но чтобы понимали технология активного стекла тачскрина отвергнута была двумя крупнейшими компаниями по моему делом и хюлит пакардом их мега умы посчитали что она неэффективна то есть не бойтесь думать что ваша идея уже кем-то была сделана на рекламном рынке у нас там целое задание посвящено когда ребята находят массу примеров бмв крадет у рено рено крадет у бмв тойота крадет у джипа просто одна один рынок в австралии другой рынок в там в америке и идеи абсолютно одинаково у меня даже есть серия принтов крутейших крутейших рекламных агент за которые платят сумасшедшие деньги там по поводу того как и одна и та же идея работает на мега бренды это абсолютно нормально у меня есть отдельный мастер-класс я читал его просто несколько лет назад два года три года назад когда был киевский фестиваль рекламы в Одессе уже второй раз выступал лучший креатор Украины Саачи он сказал знаете какой тренд в креативе это было два или три года назад воровать но проблема не воровать просто так а воровать и использовать именно там где тебе это нужно он мне тогда показал ролик Марселя забыл фамилию Довстеппера который набирал вирусные 15 миллионов просмотров буквально один в первом случае рекламируя пежо во втором случае рекламируя наушники в третьем случае рекламируя еще что-то то есть люди просто брали тренд понимали что у него очень сильная пластика я так не смогу то есть вот он один из лучших гибких в мире человек то есть брали и одевали но это был классный продакшн у меня с собой здесь нет я бы показал это видео то есть не нужно бояться воплотить это очень большая проблема это уже кто-то сделал или это уже сложно нет это только психология да а очень часто бывает так например у человека есть начать стратегии написать первая фраза думай на бумаге написите это на бумаге сэр Ричард Брэнсон о котором я говорил все свои цели прописал 17 лет кто прописал свои цели на бумаге из аудитории о в таком случае вы знаете что решать первым что вторым что третьим есть отличный товарищ под именем Брайан Трейси у которого есть отличная маленькая книжечка можно купить на балке съешь лягушку первым свой день нужно начинать с решения самой большой проблемы если в вашем виш-листе написано помещение найдите того человека который предоставит вам помещение с помещениями сейчас проблем нет если ваша следующая проблема деньги найдите человека который войдет в вас да у нас нет системы венчурных фондов но у нас много денег и это показала ситуация много денег у бизнеса который не знает как вкладывать много денег мы просто не видим застой у нас в мозгах мы не привыкли к быстро текущему изменениям выполняйте просто каждый каждодневно свои проблемы свой виш-лист и все но выполняйте потому что написать и делать это тоже разные вещи надеюсь что написано не ограничится это абсолютно нормально ищите место и анализируйте где искать людей с деньгами собирайтесь на бизнес-форумы ну и так далее приходите в гольф-клуб пытайтесь там их поймать на самом деле очень многие сделки решаются в гольф-клубе вы себе не поверите что очень многие западная это очень классная структура то есть у нас она не очень хорошо работает но то есть человек в гольфе очень сильно раскрывается бизнесмен я знаю очень многих людей которые пришли в гольф и ушли то есть у нас нет этой ментальности бояться ошибиться вот гольф игра для бизнеса во всем мире номер один профессиональных гольфистов больше чем футболистов потому что американский бизнес или европейский бизнес частный он стронен на ошибках своих собственных люди учатся и дальше их развивают у нас люди не привыкли то есть человек приезжает на дорогой машине а ты приезжаешь на автобусе и вдруг ты бьешь классно маленький худой но бьешь правильно далеко и играешь хорошо а он на дорогой машине у него много денег а он не может себя заставить тренироваться тренироваться то есть так и в бизнесе и в учении навык 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 но навык приводит к результатам количество переходит в качество это закон слава богу этот закон еще не изменился это реально здесь этого не нужно бояться это психология то же самое то есть смотрите бизнес творческого человека он очень сложный он как раз всегда был личностным да плюс авторские права то есть с одной стороны есть ну как решил этот вопрос Ромен Гари много лет назад во Франции когда получил гонкуртскую премию если вы знаете гонкуртскую премию выдают один из жизней он взял председание и получил вторую гонкуртскую премию как эмиля жар то есть есть масса вариантов вы не можете бороться с рынком не можете бороться с издательством но у вас есть интернет и у вас есть медиа у вас есть фейсбук да фейсбук для американцев и для нас уже тоже фейсбук для 30 процентов американцев это медиа создавайте свое маленькое медиа потому что фейсбук для тех людей которые читают если вы пишете если вы транслируете свои мысли создавайте свое маленькое медиа и тогда вы можете прийти через год или два в издательстве и сказать вы считаете что вы правы а у меня 18 тысяч подписчиков и они лайкают на мои посты конверсию знаете да? все приведите аргумент но для этих целей нужно сделать то есть вам проще то есть диджитал сейчас позволяет многие вещи делать интересно вы видите как правильно бюджет или Субтитры создавал DimaTorzok